друзья всем огромный привет вы на канале интерактивные фотошколы арт фото life меня зовут серджу и сегодня мы продолжаем с вами изучать lightroom да и не просто lightroom у нас сегодня с вами на обработке мужской костюмированный портрет вот такого брутального викинга мы сегодня с вами будем обрабатывать и я выражаю огромную благодарность фотографу и сургута тони папироне и группе вконтакте raw bank за предоставленное данное изображение для того чтобы попрактиковаться в ретуши вы можете скачать этот снимок ссылочка будет находиться в описании к этому видеоролику останавливайте на паузу скачивайте и присоединяйтесь к обработке вместе со мной если вам интересно такая необычная оригинальная обработка изображений то это видео для вас и мы начинаем обработку поехали если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов универсал для пк и телефона следи за новостями в инстаграм участвую во флешмобах получает призы и подарки а в телеграм канале тебя ждет общение с единомышленниками совместное продвижение соцсетей программы на телефон и пк для обработки фото и видео ссылки на инстаграм и телеграм в описании к этому видео итак друзья не важно перед вами какое изображение какой портрет мужской женский или детский вы всегда должны ориентироваться именно на цвет кожи это самое главное в любом портрете единственное друзья на что хотел бы обратить ваше внимание что здесь у героя цвет лица и цвет кожи на теле он как бы немного разные но если вы присмотритесь вы увидите что у него на лице нанесена золотая краска поэтому мы с вами будем ориентироваться на цвет кожи тела и на белки глаз сейчас объясню почему и так первым делом что нам необходимо с вами сделать это необходимо нужно выровнять баланс белого используя как раз цвет кожи и используя белки глаз давайте мы с вами увеличим изображение и теперь мы с вами можем поработать с балансом белого и так двигаем температуру остановлюсь я на значении 47 59 и теперь оттенок вот оттенок нам как раз позволяет не допустить излишние фиолетовые оттенки либо излишне зеленые и по большому я ориентируюсь на цвет белка глаз белый цвет должен сохраняться оставаться нейтральным чистым белым цветом и так температура 47 59 оттенок минус 7 двигаемся дальше давайте экспозицию немного повысим буквально на плюс 0 69 цвета я немного прижму чтобы убрать излишней блики минус 30 пожалуй будет достаточно тени давайте поработаем с тенями друзья мои вот смотрите у нас вот в таком виде до практически корона из вот этих черных свечей она слилась полностью с фоном этого допустить конечно же нельзя и несмотря на то что портрет выполнен в низком ключе все-таки еле заметные контуры фигуры должны сохраняться давайте повысим немного тени и заодно проявится слегка фон и я остановлюсь на значении плюс 65 передавайте точку белого мы слегка повысим где-то плюс 25 точку черного я наоборот подвину влево где-то на минус 13 давайте добавим текстуры это портрет мужской поэтому стесняться нам нечего плюс 20 и добавим четкости четкости я добавлю ну тоже где-то порядка наверное 15 я думаю будет достаточно теперь друзья давайте перейдем в кривые нам предстоит немного иная задача не так как мы обычно обрабатываем город мы по-прежнему продолжаем ориентироваться на цвет кожи и у нашего героя очень красивая шикарная татуировка поэтому нам необходимо сделать ее более сочной более насыщенной более яркой такой давайте для начала поработаем с кривой rgb берем точку которая находится на пересечении двух крайних квадратиков двигаем немного ниже вот таким вот образом теперь точку черного я подниму вверх чтобы сделать наши тени такими бархатными и красивыми теперь среднюю точку я не доводя до середины обращаю внимание чтобы у меня блики не были слишком яркими чтобы у меня сохранялась информация светлых участков и вот эти средние оттенки мы тоже слегка приподнимем а самую точку белого мы слегка опустим и так у нас в rgb появилась вот такая вот кривая теперь переходим в красный канал как вы помните что у нас здесь находится достаточно интересный инструмент который позволяет делать цвета более благородные более контрастные то есть кривая повышает световой и световой контраст и давайте мы сейчас с вами среднюю точку приподнимем слегка вверх тем самым мы сделаем более насыщенную кожу вот здесь по серединке между средней и верхней точкой мы ее опустим и вернем ну вот примерно в первоначальное значение а здесь нижнюю точку мы слегка опустим ниже и смотрим чтобы у нас татуировочка стала вот синевато-зеленый у нас получилось вот такая интересная кривая переходим теперь в зеленый канал делаем то же самое только кривую из огнем слегка аккуратнее поменьше и так приподнимаем среднюю точку здесь крайне точки слегка опускаем и вот таким образом мы сделали интересный цвет уже на нашей татуировки но теперь у нас друзья смотрите фотография стала такой желтоватый и мы давайте добавим сюда холодных оттенков просто возьмем и вот точку средних светлых участках повысим слегка выше вот где-то вот таким вот образом так теперь после кривой я как правило дорабатываю еще немного контраст изображения потому что у меня опять потерялся контур фигуры я его возвращаю чтобы он был слегка заметен и смотрим что нам делать с . черного вот фон все-таки не должен теряться он должен сохранять свою текстуру и так друзья еще после работы с кривой мы опять смотрим на баланс белого по белкам глаз у нас появилась излишняя краснота давайте мы оттенок попробуем убрать немножко левее наверное где-то значение минус 14 или это более естественный цвет ну что ж фотография становится интереснее теперь давайте мы перейдем цветокоррекцию и так друзья цвет кожи давайте мы возьмем насыщенность красного и сделаем его сильнее если вы обратите внимание то красный у нас вот здесь вот на ногтях на кончиках пальцев и теперь давайте насыщенность у нас остается на 100 и мы красный цвет тонально сдвинем немного вправо то бы у нас цвет сравнялся вот таким вот образом я думаю что это значение должно быть где-то порядка 57 красный вернули в исходное положение теперь давайте займемся оранжевым посмотрим где у нас оранжевый волосы лицо и собственно говоря сам торс давайте мы теперь подвигаем тональность оранжевого и я сделаю его слегка красноватым чтобы у меня появился такой бронзовый красивый загар сделаю я его не сильно красным а передвину значение где-то на минус 15 и теперь давайте посмотрим где у нас содержится желтый цвет это лицо волосы и огонь на свечах и давайте мы теперь при насыщенным желтым на плюс 100 подрегулируем его тональность сделаем более красноватым уведем немного влево насыщенность сбросим и пожалуй я его слегка еще убавлю совсем чуть-чуть где-то на минус 14 теперь давайте друзья перейдем яркость посмотрим что будет если мы будем двигать яркость красного цвета я сделаю на минус 20 обращая внимание опять вот сюда на ногти на кончике пальцев чтобы у меня светимость была примерно одинаковая с другими участками так оранжевый цвет оранжевый цвет я тоже подвину немного влево таким образом добавлю нашему герою загара минус 15 и желтый 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 я сделаю пожалуй чуть-чуть светлее на плюс 10 я думаю будет достаточно и так друзья нам осталось буквально пару шагов давайте мы перейдем теперь в раздельное тонирование и ведем средние участки они как раз отвечают за цвет кожи насыщенность я сделаю побольше на 50 и теперь давайте подберем значение я думаю что на 37 нужно остановиться и понижу я насыщенность значение 5 теперь перейдем мы к светлые участки давайте сделаем и так же 50 насыщенность и подвигаем тональность и светлые участки я пожалуй остановлюсь на 69 и насыщенность конечно же немножко убавлю что 10 будет достаточно теперь друзья двигаемся вниз добавим резкости я думаю что где-то 75 будет достаточно так теперь перейдем в эффект и добавим небольшую виньетку вот таким вот образом минус 30 и теперь давайте с вами возьмем кисточку и поработаем над языками пламени то мы с вами сделаем ну давайте мы где-то поднимем насыщенность примерно на 50 и сделаем экспозицию чуть-чуть поярче на буквально я думаю что на 0 5 будет достаточно переувеличиваем изображение значение у кисточки выставите как у меня и теперь аккуратно подкрашиваем языки пламени ну и теперь друзья последний шаг давайте мы поработаем с насыщенностью и сочностью точность я подниму где-то на плюс 50 и насыщенность слегка убавлю думаю где-то на минус 16 ну все работа закончена давайте посмотрим какое изображение у нас было какое стало мне кажется результат достаточно неплохой если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк это для меня лучшая награда и подписка на канал конечно же вовсе не обязательно но позволит вам получать уведомления о новых и полезных видео уроков по обработке фотографий на этом друзья все до встречи на следующих уроках желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч